Итак, в сегодняшнем обзоре я вас познакомлю с капканами завода SUAS, а конкретно серия Тайга. У меня в руках профессиональный капкан, который находится наверху этой линейки. Про него я расскажу немножко подробно в конце. А сейчас начнем с Тайги и проследим всю эволюцию капкана Тайга. Как видите, вот такая была Тайга, она была немножко другая. Какие у нее были минусы? Самый главный минус – это вот здесь слабый узел, отвалилась тарелочка при попадании лисы. Сейчас они здесь подваривают немножко, тем не менее лиса его может вырвать. Слабое крепление у рамы, была точечная сварка, сейчас они стали капать еще дополнительную сварку. не такие уже мощные пружины, которые со временем садились, так как они постоянно во взведенном положении. на основании этих жалоб была выпущена, испроектирована и выпущена Тайга модернизированная, в которой учли все эти недостатки. они сделали старожок, как бы на старожку со старожком. Теперь она крепится прочно к капкану и после попадания зверя остается внутри капкана. Пружины усилили, их стало больше, вот их стало в два раза больше и появилась возможность их растораживать. Их можно сбросить вне сезона и они будут восстанавливаться, то есть упругость в них будет возвращаться. Не обязательно их хранить. Здесь, как видите, усилили раму, сварка стала мощнее, язычок здесь приварен более мощнее. Подробный обзор этого капкана у меня есть на канале, ссылку я дам в описании, вы можете его посмотреть. Я не буду на этом долго останавливаться. Вот она, Тайга Марну. Откуда она появилась? Да, в чем ее принципиальное отличие? У нее увеличена толщина металла дуг, толщина металла основания, ну то есть все. Толщина пружин увеличена, соответственно усилие увеличилось срабатыванием. Если в обычной тайге оно где-то там 15 килограмм, то здесь оно уже в районе 20-23 килограмм. То есть руками его уже свести достаточно трудно. Этот капкан предназначен для охоты на лис. И лису, как вам известно, ловят не только зимой, но и в том же числе по чернотропу. У нас бывает, что земля смерзается и пружинам не хватает у обычной тайги, ну даже в модернизированной, не хватало усилия, чтобы пробивать замерзшую землю. Охотники обратились на завод, таких обращений было достаточно много, чтобы завод для них выпустил более мощный капкан с более мощными пружинами, более мощный по конструкции. Также в этом капкане учли сразу же несколько новых пожеланий от охотников. Поступило пожелание добавить регулируемые усилия на сторожке. Для чего это нужно? Это нужно для того, чтобы в капкан не попадал опять же не целевой зверь. Например, для лисы выставляется усилие где-то там килограмм либо полтора. Если наступает, например, ворона, капкан не срабатывает. А если наступает лиса, своим весом тела капкан срабатывает и попадается. То есть вероятность пустых сработок за счет вот этой регулировки насторожки усилия, оно снижается. Поступило замечание, что вот эта насторожка, она может приржаветь там, приморозиться и капкан не сработает. Чтобы этого не произошло, достаточно ее парафином обработать. То есть нагреваете вот этот узел газовой горелкой и парафином прямо здесь вот проводите, и он во все щели затекает и капкан у вас будет работать. Достаточно целиком капкан опускать в парафин, чтобы все узлы смазались и пружина и вот эти все места, чтобы капкан работал как часы. Парафин смазывает все вот эти вот узлы движущиеся, не дает ржавчине поступать туда, и капкан работает и радует охотника своим результатом. Из важных нововведений, по просьбам опять же охотников, вертлюг перенесли на центр капкана. Для чего это сделано? Это сделано для того, чтобы свести к минимуму количество отмолов лапы зверя. Зверь, попавший в капкан, начинает дергаться и тянет его. Когда вертлюг расположен на раме сбоку, получается перекос. То есть вот здесь лапа у зверя находится, он начинает тянуть и она проскальзывает по дугам, чтобы выйти на одну линию с вертлюгом. И в тот момент, когда она проскальзывает по дугам, дуги ее подрезают своими углами достаточно острыми. Хотя завод как бы галтует вот эти части, но все равно этого достаточно, чтобы разрезать мягкие ткани и оголить кость. А дальше уже зверь дергается в капкане и кость ломает и уходит. В капкане остается кусок его лапы. Поэтому вертлюг перенесли на центр капкана и теперь, когда зверь попадает, лапа и цепь, они на одной линии и она фиксируется. То есть не происходит движение лапы внутри дуг, соответственно наружной ткани у лапы не повреждаются и зверь удерживается в капкане надежно. Далее, по просьбе опять же охотников, для уменьшения количества отмолов, можно сказать даже и для их исключения, завод выпустил капкан тайга овсетный. Овсет это иностранное понятие, оно перешло к нам из иностранного траппинга. Ну, раз мы подсмотрели у них, поэтому так и назвали овсет. Некоторые охотники считают, что когда капкан срабатывает, он перебивает кость у зверя и далее зверь мягкие ткани откручивает и уходит. Я с этим не согласен, потому что усилие удара пружины не такое уже мощное, чтобы разбить кость зверя. Чаще всего зверь ломает кость, находясь в капкане, когда он дергается, рвется, метается и там как раз рывки очень сильные идут из лома и кость ломается. Он остается на мягких тканях. Так вот, чтобы он не освободился из капкана, вот этот зазор, он позволяет его удерживать за счет мягких тканей. Чтобы не было таких повреждений, завод пошел еще дальше и выпустил капкан серии «Тайга» со всетом и с ламинацией. Ламинация – это увеличение, это волшебный дуг. Почему завод не стал делать все капканы вот такими? Потому что условий очень много разных. И вот такой капкан, да, он более гуманный, его можно отнести уже даже к гуманным, потому что он приносит минимум повреждений лапе зверю и, соответственно, минимум страданий. То есть, зверь в нем остается живым. Если попал, например, нецелевой зверь, охотник пришел и выпустил этого зверя из капкана. Так же, если попалась охотничья собака в такой капкан, она максимум получит повреждения, это гематому на лапе, который у нее заживет буквально за две недели. Так вот, вот этот капкан, его уже можно относить буквально к гуманным капканам многоудерживающего действия. Для того, чтобы капкан с ламинированными дугами так же уверенно пробивал замерзший грудь, как и капкан без ламинации, у него увеличили мощность пружин. Если здесь стоят пружины из проволоки 2,3 мм, на этом капкане уже стоят пружины из проволоки 3 мм. Соответственно, здесь усилий намного больше. Да, забыл упомянуть еще о нюансах. Как вы видите, здесь сварка стала намного мощнее. Это опять же связано с мощностью пружин, потому что на раму стало воздействовать больше усилий. И потребовалось увеличить вот эти вот соединения. Также в капкане добавлена вот эта деталь, как вы видите, да? Для чего она сделана? Она сделана для того, чтобы капкан стоял более уверенно на земле и не шатался. Эти места капкан упирается в землю. И у него получается... Сейчас я вам покажу. Вот, получается очень широкая, то есть три точки опоры. Раз, два, три. Очень широкая площадка. Он упирает на ней землю и как в литой стоит. Даже если лиса наступит на край дуги, он не будет болтаться. Ну, понятно, что капкан нужно утрамбовать очень мощно при постановке. И тем не менее, вот эта вот дуга позволяет упереть его в землю таким образом, чтобы он вообще не болтался и не напугал зверя. Да, следует еще вот обратить внимание. Видите, здесь появились болты. Если на модернизированной тайге просто видите шпильки, которые приплюснуты, да? Здесь уже на тайге Magnum появились гайки, при помощи которых можно обслуживать пружины. Можно их заменить. Можно на заводе взять пружины менее мощные, если вам не нужна такая мощность, и заменить их. Если они ослабились, их также можно легко снять, поменять пружины другие, а завод их продает. Вы можете купить. На заводе продаются любые запчасти для этих капканов. Если даже каких-то запчастей нету, в прайсе вы можете обратиться на завод, и он по вашей просьбе, я думаю, что отправит любую запчасть, которая вам нужна для этого капкана. Так вот, гайки позволяют снять пружины. И еще момент. Если для вас вот эта мощность 25-27 килограмм, как я уже говорил, она излишняя, ну, килограмм 25, вы можете скинуть пружину одну, вот здесь вот крючок берете плоскогубцами, сбрасываете, это секундное дело, и капкан будет работать на одной пружине. То есть здесь сбросили пружину, здесь сбросили, ну, можно по диагонали, с одной стороны здесь, с другой здесь, и оставили, например, две пружины. Можно оставить три пружины, с одной стороны только сбросить. Таким образом вы можете регулировать усилия срабатывания капкана, если для вас вот эта излишняя мощность считается. На что еще хочу обратить внимание. Сейчас у капканов серии «Тайга» «Магнум» два типа насторожки. Без старожка, которая с зацепом напрямую за дугу, и насторожка со старожком. Есть противники и сторонники и той и другой насторожки, поэтому завод выпустил вот такие два варианта. И еще капкан по просьбе охотников стал сразу комплектоваться цепью с карабином. В чем преимущество такого оснащения, цепочка с карабином? Ее можно использовать вместе с земляными якорями. Вот я их взял также с выставочного стенда, поэтому они с ярлыками. Их на заводе с УАЗ два вида якорей земляных. Это для обычного грунта и для мягкого грунта. Как то, например, ил на плотине, на бобровой, либо какой-то песчаный грунт. Это для обычного грунта. Также для них выпускается вот такое вот устройство для погружения в грунт длиной 60 см. Коротко сейчас расскажу. Капкан оснащается тросиком. Здесь вот он не оснащенный. Тросиком, на конце которого есть вот такая петелька. Длина тросика. Это тоже все продается вот на заводе. Вы можете приобрести и оснастить. Ну, либо сами это все сделать. Одевается тросик. Делается петелька такая. И при помощи устройства вот этого и молотка или там топора якорь забивается в грунт. Забивается на глубину там 40-50 см. Дальше вот его забили. Сейчас я вам покажу, как попробую объяснить. Вот его забили. Дальше вы тянете его как бы обратно. И вот за счет вот этих загибов он разворачивается и становится поперек вот этого отверстия, в которое вы забили. То есть он становится поперек отверстия и, соответственно, его уже никак не вытащить. Только лопатой выкапывать. А из земли, получается, торчит только вот такой кусок троса с петелькой. Если вы в этом месте постоянно ловите, вот прям можете там этот якорь оставить и каждый год просто к нему прицеплять капкан. Маскируете вот этот кусочек, закапываете, потом его откапываете. Дальше что делаете? Вы берете вот этот карабин и цепляете его вот за эту петлю. И далее вы заворачиваете вот эту гайку либо плоскогубцами, либо ключом. Таким образом, чтобы ее невозможно было отвинтить руками. И даже если вор, да, случайный человек обнаружит ваш капкан, либо там лису в вашем капкане, он не сможет его без инструмента своровать. То есть он вручную вот эту гайку не сможет открутить, потому что она здесь очень плотно закручена. Ему потребуется принести либо плоскогубцы, либо ключ. Ну второй раз вернуться это уже палево, как вы сами понимаете. Как правило, капканы воруют случайные люди, которые вот шли мимо, натолкнулись на него, дернули и унесли. Чтобы идти специально, это уже у него вероятность наткнуться на охотника. На охотника, на владельца капкана и соответственно получить все связанные с этим бонусы, да. Так вот, еще раз я вам говорю, что на сегодняшний день земляные якоря, в данном случае от завода SUAS, это единственный вариант более-менее защиты капкана от вора. Да, есть там фотоловушки, но на фотоловушках вы только можете максимум это зафиксировать, кто это. И то есть разглядите. А этот якорь, его можно кстати использовать вместе с фотоловушкой. То есть пока там этот вор будет выдергивать его, пытаться, а это поверьте не так просто. Он к вашей фотоловушке не раз повернется лицом и у вас будет больше вероятность зафиксировать, что это за человек. И все внимание у него будет как раз на капкан, как выдернуть. И он фотоловушку не заметит. А если просто поставить фотоловушку, он увидит капкан, будет озираться, заметит ее и упрет еще ваша фотоловушка. Поэтому я вот очень рекомендую, цена его копеечная, там по-моему 50 рублей. За 50 рублей сохранить капкан, который стоит намного дороже. В России это неизвестная практика, новая и поэтому ее используют только самые прогрессивные охотники. После того, как вам нужно снять капкан, вы опять же ключом либо плоскогубцами развернули вот эту гайку, сняли с петли и унесли капкан домой. И у вас осталось из земли торчит вот 15-20 сантиметров тросика с петлей, которые остались. Что еще дают вот эти земляные якоря? Они позволяют устанавливать незаметно капкан. То есть вам не нужно брать какой-то потас, который будет рядом с капканом. Спрятали капкан, замаскировали это все землей и у вас получается очень ровная поверхность. Снаружи у вас ничего нет, ровная земля. Зверь не боится и смело идет с капкан и попадается. Здесь у меня два размера капкана, тройка и четверка. Я вам покажу, чтобы вы видели разницу. Вот, вы можете посмотреть по дугам. Разница здесь по дугам и по толщине металла в дугах. То есть у четверки он на полмиллиметра больше. Как и в раме, так и в дугах. То есть это более мощный капкан и я с ответственностью могу сказать, что в него уже можно пытаться даже ловить бобра. Да, у нас в России на сегодняшний момент запрещена охота на бобра ногозахватывающими капканами. Но, например, в той же Беларуси его добывать можно. Поэтому я это и говорю. Некоторые охотники утверждают, что у нас запрещены ногозахваты. Это неправда. Почитайте правила охоты. Многозахваты разрешены. Итак, мы подошли к самой профессиональной модели в линейке капканов Тайга. Это Тайга Магнум улучшенный. У него есть даже свое название Краб. Если проще говоря, приведу сравнение с оружием. Есть обычные ружья, а есть ружья штучные. То есть можно сказать, что это капкан Магнум штучный, который доведен вручную до ума. То есть здесь каждый узел был отработан. У него нет никаких люфтов. Если у этого есть какие-то люфты, может быть, у него нет. У него, как вы видите, даже тарелочка отполирована. У него все здесь отполировано. Вот даже сравните просто сварку. Это, так скажем, вариант конвейерной. Делают на конвейере. Достаточно аккуратно, но, тем не менее, сварку видно. Здесь она вся вылизана, как вы видите. Ее не видно этой сваркой. Здесь загибы. То есть здесь обработаны все узлы загибы. Проточены вот эти места. Здесь добавлена сварка. Вертлюг здесь стоит немножко другой. Добавлены вот такие вот вертлюги и более мощная цепь. Если здесь идет обычная китайка, в принципе, она лису выдержит смело. Даже две лисы. Здесь уже идет цепочка, которая выдержит даже волка. Капкан, конечно, не на волка, но вот здесь запас прочности. И вертлюги здесь идут. Видите, какие? То есть он оснащен двумя вертлюгами. Цепочкой такой мощной. И, можно сказать, вылизан. Вот какая у него обработка. То есть при попадании в такой капкан, зверь уже точно будет в нем оставаться до вашего прихода. И свою лапу не отмолит. Ну, подробно про этот капкан я также сниму отдельное видео. По ценам, чтобы вы понимали. Цены посмотрите, пожалуйста, на сайте завода. Потому что они могут отличаться. Я снимаю обзор сегодня. А вы можете его смотреть там через год. Вот на время съемки обычный капкан Тайга стоит 175 рублей. Тройка модернизированная 260 рублей. Ну и Тайга. Тайга Магнум, начиная с 600 рублей. Номер 3. Соответственно, Тайга с офсетом ламинации стоит дороже. По-моему, 680 рублей. Да. И вот этот капкан, который можно сравнивать с иностранными капканами смело. Он будет стоить в районе 800 рублей, а может быть даже и 1000. В зависимости от комплектации цепи, карабины, вертлюги. И вот такой разброс цен. Да. Сразу же, вот еще такой момент. Про эту скобу, да. То есть видите, вот эта скоба, она таким образом сделана, что вертлюг не торчит. То есть он ложится вот в эту ложбинку. Вот видите, в ложбинку. И не меняет габаритов нижней части капкана. То есть вы укладываете как-то, маскируете, и капкан твердо стоит на земле. То есть вот сейчас я вам покажу. Ничего у него не торчит. Буквально. Вот. Все ровенько. В один уровень. Для профессиональных охотников это важно. Любитель может не понять, для чего это нужно. Ну и не надо. Вы постепенно к этому придете. Ну и давайте вкратце я вам покажу, как вот такими сеттерами, да. Ну или там рычагами, да. Взводится капкан. Как он, кстати, называется. У иностранных трапперов это называют сеттеры. Если я не ошибаюсь, поправьте меня в комментариях. У завода СУАЗ это называется устройство для взведения пружин капканов. ТАЙГА МОДЕРНИЗИРОНА и ТАЙГА МАГНУМ. Вот. Ну а чтобы эти капканы изводить, вот посмотрите, здесь на рычаге должен быть вот такой пропил. Сейчас я вам покажу, постараюсь. Вот. Видите там. Вот. Вот. Потому что в этот пропил вставляется вот такой зацеп. Сейчас я вам вкратце покажу, как взводится капкан при помощи вот этих приспособлений. С одной стороны зацеп одевается сверху и зацепляется за держатель пружины. С другой стороны важно вставить зацеп в прорезь флажка. Вот это вот видите, вот он попадает, да, зацеп. Берем одну часть в левую руку, вторую часть в правую руку и начинаем их сближать друг к другу. Вот. Дальше перехватываемся и одной рукой захватываем оба, да. Вторая рука у нас остается свободной и мы можем вот манипулировать с дугами, как мы хотим. Мы можем даже здесь сделать на сторожку. Вот. Вот. Начинаем отпускать. Все, капкан снаряжен. Дальше устройства снимаются и капкан заряжен. Вот. У этого капкана еще, если вы, сейчас я постараюсь вам показать. Вот, камера возьмет, нет. Да, вот. Видите, у него есть такой, такая ступенька. Когда вы его, капкан установили, вы начинаете, берете палец под дугой, как безопасно, и начинаете на сторожку потихоньку опускать вниз педаль. Опускайте вниз до щелчка. Сейчас вы услышите. Опа, сработал щелчок. Все. Капкан встал в свое боевое положение. Тарелочка, видите, у него стоит практически идеально ровно. Таким же образом можно взвести любой капкан серии Magnum. Вот. Сделали два зацепа. Взяли в разные руки, зацепили, взяли в разные руки и начинаем сводить. Сводим, берем их в одну руку и дальше начинаем отпускать их так, чтобы и дальше, и дальше начинаем их отпускать, чтобы у нас насторожка зацепилась, чтобы сторожок зацепился за насторожку. Все. После этого мы их снимаем, убираем и капкан на боевом взводе готов к охоте. Для чего нужны вот эти вот рычаги, да? Они, опять же, вам позволяют взвести этот капкан руками. Без них вам взвести его будет достаточно сложно. Ну, можно и взвести ногами. Опять же, если вы в глубоком снегу, при помощи этого устройства вам не нужно освобождать снег до земли, чтобы его взвести, ну, или на лыжи ставить, чтобы взводить ногами. Вы все это можете сделать руками, буквально за пару секунд, как вы видели, и они очень облегчают работу. Стоимость их на момент съемки 300 рублей. Один раз купили и на всю жизнь вам их хватит. Они обеспечивают вам удобство, безопасность и скорость установки. Вот взведенный капкан Тайга Магнум. Как видите, все у него в горизонте. И нижняя часть в горизонте, и верхняя часть в горизонте. Все сделано по лому. Сейчас я его сработаю. Звук, слышите сами, звук очень мощный. Я остерегаюсь с ним работать, потому что капкан получился очень мощный. Итак, вроде бы я снял все, что хотел. Ролик получился опять длинный, но извините. Короче, не получается, чтобы вам всю информацию показать, рассказать. Если какой-то момент я не отразил подробно. Если где-то я что-то упустил и у вас остались вопросы, пожалуйста, задавайте их в комментариях. Я вам обязательно отвечу. Я всем отвечаю в комментариях, кто меня спрашивает. Я вам сегодня показал всю линейку капканов Тайга, которая прошла модернизацию. С вашей помощью, в первую очередь, при моем участии, рад, что мы с вами довели этот капкан до ума. И теперь им не то, что не стыдно охотиться, им можно охотиться уверенно и гарантированно, и свести к минимуму негативные эмоции от охоты, которую мы получали с таким обычным капканом. Хотя я могу вам в конце, в завершении скажу, что есть охотники, которые до сих пор активно добывают лесу этим капканом, и он их устраивает во всех отношениях. Поэтому капкан до сих пор продается, и его покупают охотники. Но опять же его цена, да, 175 рублей. Ну а на сегодня все. С вами был Чигравль. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok